Все профессии важны, все профессии нужны. В столице Заполярья завершился конкурс мастерства среди кондукторов. Соревнования проходили в несколько этапов общественное голосование, теоретические и практические задания. Свои знания в сфере обслуживания пассажиров показали 11 сотрудников автотранспортного предприятия. Кто же из них стал лучшим, расскажет Людмила Сидейская. Теоретический этап конкурса «Настоящий экзамен» состоит из нескольких заданий. Первые участники отвечают на 20 тестовых вопросов, которые напрямую связаны с их работой. Например, кондукторы должны знать законы, на основе которых человек пользуется льготами. Устав автомобильного транспорта, охрана труда, требования противопожарной безопасности, а также правила оказания первой медпомощи. Помимо теоретической части, есть и практическая. Она состоит из двух задач, на которые кондукторы отвечают устно. Автобус, шоу пассажиры, с двумя парамелами, в каком размере возьмете оплату за проезд. Одна пара может возиться бесплатно, а вторая пара – 37 рублей. Одна из самых опытных сотрудников автотранспортного предприятия – Галина Березовская. Она уже на протяжении 20 лет трудится в сфере обслуживания пассажиров. В 1998 году Галина Федорова устроилась в учреждение, так как попросту не могла найти работу. Но уже со временем поняла, что и дня не может представить без этой профессии. На смены приходит всегда в хорошем настроении, заряжает им окружающих людей. И прихожу все время в автобусы, я здороваюсь. Доброе утро, добрый день, настроение, чтобы было. Улыбнитесь, а день начался. Если дома, и у меня выходной, я прошу, девочки, пожалуйста, вызовите меня на работу. Потому что дома хуже сидеть. Лучше я буду на работе. Всего конкурсантов 11. Оценивает их комиссия из шести человек. Это представители Департамента социальной защиты и сотрудники автотранспортного предприятия. Победителя определяют по количеству полученных баллов за все этапы. Таким образом, за каждый правильный ответ теоретической части участник получает по одному очку. Но учитывается и время написания теста. При равной сумме баллов выбирается претендент, который справился с заданием быстрее. А вот за практическое задание можно заработать до пяти очков. Во-первых, это, в общем-то, конкурс, я считаю, что и для самих работников очень интересен. И вот даже уже в процессе подготовки они стали больше изучать документы, с которыми они должны работать. Ну, я считаю, что и, в общем-то, даже престиж поднимается в профессии, что не просто оторвало билетик, а человек реально работает. Конкурсы профмастерства проводятся в ЭТП ежегодно. Правда, раньше выявляли только лучших водителей и механиков. А вот кондукторы, которых в штате более 30 человек, соревнуются за победу впервые. Сделали положение. Департамент соцзащиты нас поддержал в этом нашем начинании и возглавил его. То есть, под эгидой департамента этот конкурс проводится. Они выделили финансирование на поощрение лучших кондукторов. Кстати, выбрать лучшего кондуктора помогли и жители окружной столицы. Общественное голосование проходило на сайте Наринмарского ЭТП. Таким образом, именно пассажиры определяли финалисты соревнования, которому присудили большее количество баллов. После подведения результатов – торжественный момент. За первое место вручается сертификат на сумму 25 тысяч рублей, диплом департамента здравоохранения и труда социальной защиты, почетная грамота Наринмарского ЭТП Роговой Ани Степановой. Первый раз, как говорится, и блин, никому он вышел. Ну, конечно, очень приятно. И то, что благодарить хочу всех, кто нас поддержал, кондукторов и пассажиры, и коллектив наш. Большое спасибо за это. Очень приятно было. Серебро завоевала Эльвира Тайбари, ну а третье место досталось Марине Суровцевой. Остальных участников наградили благодарственными письмами, грамотами и премиями. Кроме того, организаторы решили сделать конкурс традиционным. И уже в следующем году, в преддверии праздника автомобилиста, в Наринмаре вновь выявят лучших профессионалов транспортной сферы.